Мы помолимся. Боже, в этот вечерний час мы прославляем Твое святое имя, Боже. Мы благословляем Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, Боже, за то, что Ты принес славу Отца, Ты показал Свою любовь на деле. Ты пришел, Ты умер на Голловском кресте, Боже, и Ты воскрес для нашего оправдания. В Тебе одном только мы имеем спасение, в Тебе одном мы имеем доступ к нашему небесному Отцу, и за это мы прославляем, Боже. Спасибо, что есть время, когда мы можем читать Твое Слово. Спасибо, когда есть время, мы можем молиться к Тебе и взывать, чтобы Ты услышал нас и благословил, Боже. Наполняй наши сердца через это общение, через песнопение, через проповеди. Говори, Боже, стучи в наши сердца. А нам дай принимать это и в своей жизни практиковать и исполнять, Боже. Будь прославлен на этот вечер. Благослови. Нуждаемся в Тебе, наш Бог. Аминь. Друзья, мы рады быть у Вас в церкви, и мы приехали с небольшого такого села под Киевом, да, но села сейчас под Киевом гораздо быстрее развиваются, и порой они становятся и красивее, чем, наверное, города такие, в том числе, как Киев. У нас небольшая церковь, около трех лет мы вместе собираемся, и мы приехали молодежью для того, чтобы, ну, немножко с вами познакомиться, передать эту радость Божьей милости, которую проявляет Он в нашей жизни, и немножко познакомиться и увидеть, что в вашей жизни происходит. Поэтому мы споем несколько песен, прославим Бога, и одна из первых песен. А, Иисус, вначале ты был словом. Если вы знаете, вы можете подпевать, пусть это будет слава нашему Богу. Иисус, вначале ты был словом, со Всевышним был одно. И слава, скрытая в творении, в тебе явилась наша жизнь. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Ты, Царь мой, Иисус, Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус, Господь мой. Твое имя прекрасно, Бог, иисус, Господь мой. Твое имя прекрасно, Бог, иисус, Господь. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, иисус, Господь мой. Из мертвых воскресный, не больше завесы, Иисус, Господь мой, иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, иисус, Господь. Твое имя чудесно, Бог, иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, иисус, Господь мой. Я думал долго, над какой темой говорить вообще, когда мы собирались уже в поездку ехать, и меня попросили сказать слово. Я думал над чем говорить, и я открыл свой блокнот, и там у меня разные темы есть. Я просто читал и наткнулся там на одну свою тему старую, которую я готовил, но я ее никогда не говорил нигде. Называется она, нету еще слайда. Называется она «Опознание Бога». Мое желание познавать Бога. На самом деле, познание Бога – это то, без чего мы, в принципе, не можем жить. Это то, без чего мы не можем называться христианами. «Мое желание познавать Бога». Там не видно стих, я прочитаю. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Еще раз я хочу его прочитать, для того, чтобы вам запомнился. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Познание Бога – это то, что идет всю нашу жизнь. Это процесс, который продлевается всю нашу жизнь. Без Него мы не можем служить Богу. Без Него мы не можем вообще называть себя Божьими детьми. Мы до конца жизни так и не познаем Бога до конца, но мы должны стремиться к этому. Библия об этом говорит. И я когда-то задал Богу об этом вопрос. Я спросил Божьи, как я могу познавать Тебя, какие практические действия, что я должен делать, чтобы узнать Тебя. И потом я просто вставал каждый день вечером или утром, читал Библию, проповеди слушал. У нас воскресенье там разные. Просто заходил в группу, читал. И Бог открывал разные мысли. Я их записывал. Я их просто подчеркивал в Библии. И в один момент, через короткое время, я просто решил подытожить все вот эти вот темы. Я просто взял, собрал их всех в кучу и решил что-то найти общее. Что Бог хотел сказать мне вот, я не помню, это несколько недель длилось. Что Бог хочет сказать мне за это время. И вот я когда начал думать, то я понял, что Бог отвечает мне на молитву. Когда я ему задал вопрос, я сказал, Боже, покажи мне, как я могу узнавать Тебя. И я вот, когда начал вот это все узнавать, я понял, что это все относится к познанию Бога. И я выбрал три пункта. Это не все пункты. Очередность не имеет значения по важности. Просто я их так расставил. Я хочу о каждом из них поговорить. Первый – это «За кем последнее слово в твоей жизни?» Второй – «Практика Божьего слова?» И третий – «Авторитет Бога в молитве». Может, следующий слайд. Начнем. «За кем последнее слово в твоей жизни?» На эту мысль меня подтолкнула мысль одного человека в группе. Заметки молодежного пастора. Есть такая группа в соцсетях. И я читал. И вот в каждом разговоре Иисуса Христа с фарисеями, либо с иудеями, либо же с учениками, когда описывается, там заканчивается диалог часто словами, «Но Иисус сказал». То есть, окончательное слово говорил Иисус. И мы видели часто, что бы ни говорили, какие бы там мысли, там учения не говорили и так далее. Но когда Иисус говорил, после этого все молчали. Потому что это был итог. Знаете, я просто задумался, есть ли в моей жизни это, но Иисус сказал. «Я могу решать много что, я могу принимать какие-то решения, как что-то менять в своей жизни, но готов ли я услышать, что Бог хочет от меня? Что Бог хочет, чтобы я изменил, или только я свое «я» хочу показать? Готов ли я что-то менять? Если я не готов слышать Бога, то о каком познании говорится вообще? О каком познании идет речь? Если мы хотим познавать Бога, мы должны быть готовы услышать Его и принять Его Слово. И даже если оно нам не нравится, мы должны принять Его и исполнить. Так, второй пункт. А вот, хочу этот риторический вопрос, чтобы остался у вас в памяти, а ты оставил последнее слово за Христом, чтобы вы помнили об этом. Следующий путь. Практика Божьего Слова. Этот пункт меня больше всего так тревожит, потому что я приходил в церковь и начал так наблюдать за собой, как я слушаю вообще Слово Божие, как я принимаю, когда я читаю Библию, когда я просто стою на прославлении, когда я пою песни, как я вообще это все воспринимаю. И я понял, что часто я могу понять Слово, принять Слово, я могу расплакаться, опустить слезу, мне оно так коснется моего сердца, и мне так это приятно, это реально классное чувство. Это классное чувство. Но я понял, что если нет продолжения, то нету толка от этого. Потому что, к сожалению, часто Слово лишь касается сердца. Оно коснулось, мы поплакали, вышли туда, на улицу, и все. И жизнь не изменилась. А есть ли вообще от этого толк? И я специально подобрал такую картинку, поле и росток. Поле – это наша душа, это наше сердце. И туда постоянно Бог бросает зернышки. И прорастет ли оно, зависит от нас. Оно может упасть, но если там какой-то камень, там какой-то сорняк, то оно может не прорасти. И сколько бы туда ни бросали, оно не будет расти. Готовы ли мы принимать? «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя». Говорится в Иакове 1 главе 22 стихом. Я желаю, чтобы вы услышали Слово, прочитали Слово, вы готовы были что-то менять в своей жизни. Вы, выходя на улицу, выходя опять в ту жизнь, в которой вы живете, чтобы вы ее меняли. Если вы приняли Слово Божие, и оно коснулось вашего сердца, то ваша жизнь обязана меняться. Если она не меняется, то толку от него нету, то нет никакого смысла. Можно следующий слайд. И последний пункт – это авторитет Бога в молитве. У тебя такой пример, из-за чего вообще эта мысль возникла у меня, я приведу. Это сидел я на одной молодежке в кругу и говорил спикер там Слово. И потом в конце он сказал, «Давайте помолимся». Ну и все склонили голову и начали молиться. И я сижу, и я понимаю, что что-то не так. Меня что-то начинает тревожить. Я понимаю, что я просто сижу. Я просто не смог просто взять и встать на ноги перед Богом. Я не смог встать на колени перед Богом. Я не говорю сейчас о том, грех ли молиться сидя, не грех ли, правильно ли это, неправильно. Я хочу сказать о том, что как мы, кем мы представляем Бога. Понимаем ли мы, кому мы молимся? Или мы просто это делаем по какому-то обычаю, молитву, которую мы выучили годами, и мы просто ее повторяем изо дня в день, просто повторяем, повторяем, но ничего не меняется. Понимаем ли мы то, насколько святой Бог, Которому мы молимся? Знаете, когда что-то в нашей жизни случается, и когда мы обращаемся к Богу, мы со слезами молимся Ему. И мы никогда не останемся сидеть на стуле, мы встанем на колени перед Богом, потому что мы понимаем свою зависимость в данной ситуации от Него. Но почему-то, когда все хорошо, мы готовы все, что угодно, мы просто ляжем, будем говорить какие-то слова, в которых значения никакого абсолютно нет. И вот такая наша жизнь, к сожалению. Я не знаю, может у вас нет такой проблемы. Я просто говорю о проблеме своей жизни. Те проблемы, которые я нашел в своей жизни. Если у тебя есть такая же проблема в жизни, то знай, нужно ее менять, для того, чтобы просто познавать Бога. Потому что, познавая Бога, мы спасаемся. Познавая Бога, растет наша вера. Последний слайд. Я хочу просто повторить все эти пункты. Это «За кем последнее слово в твоей жизни?» Просто подумайте об этом. Есть ли последнее слово, окончательное слово в вашей жизни Иисуса? Решает ли Он в вашей жизни, что и как быть? Либо же и решаете это вы. Второй пункт. Практика Божьего слова. Приняв слово от Бога, меняю ли я свою жизнь? И третий пункт. Авторитет Бога в молитве. Понимаю ли я, кому я молюсь? Насколько святой Бог, которому я молюсь, насколько Он всемогущий и великий? Потому что часто люди говорят, почему, Боже, ты не отвечаешь на мою молитву? Почему ты не говоришь мне какой-то ответ, когда я задаю тебе вопрос за вопросом? А влаживаешь ли ты в это смысл? Или ты молишься просто тогда, когда тебе это нужно? Аминь. Я предлагаю сейчас помолиться. Кто хочет, помолитесь. Закончу. Господь, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что сегодня могу находиться здесь, говорить о Слове Твоем, Господь. Спасибо за то, что Ты открываешь мне и всем нам, Господь, Слово Своё, за то, что мы Его слышим, принимаем, Боже. Научи нас быть исполнителями Слова Твоего, а не только слышателями, Боже. Я прошу, помоги нам понимать, кому мы молимся, Господь. Открой нам славу Свою, Боже. Дай нам больше веры. Я прошу Тебя об этом, Господь. Вихрани каждого здесь находящего, Господь. Боже, Суй нас на остатки этого служения. Слава Тебя за все. Аминь. Чудова благодать. Хто грехи темі перемагає, Хто нас незмінно, безмежно любить, Господь могут дійти над царями царь. Чудова благодать, мене Тебо любить, Бог, 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 Бог. Пойщи тяга, воле Тебе, Бог, 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 Been. Субтитры подогнал «Симон» 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 Можно жизнь прожить и просто так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И без ближних жить не может он Это Бог решил еще вначале «Симон» «Симон» Даже и подогнал «Симон» 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 против слова это как фарисеи фарисеи они знали очень хорошо библию но они не выполнили выполнили только закон а не дух дух который уже вытворяет бог благословить нас чтобы мы слушались духа который ведет нас и который сейчас показывает как правильно поступать тихий голос в нашем сердце Винтики нас весь час спонукает для того чтобы зацепились за когось або комусь допомогти хай бог благословить наших гостей дальше у нас будет группа прославление начиная новый день друзья хорошее напоминание нам как мы начинаем новый день знаете вот сейчас нашей стране происходят выборы и ну невольно ты просыпаешься и там первое что заходишь посмотреть да кто победил мой не мой там да вот что пишут об одном что пишут о другом молодежь заходит со сети почитать что да вот сказали такое модное слово гаджет да вот интересно это слово можно немножко с паузами сделать да то есть это вещь может приносить радость да может тут как звучать да гад же ты да то есть это вот тот который действительно может у нас много забирать времени да простите может но неуместно но вот оно как-то можно да так сделать паузу и как она звучит совсем по-другому это тот который реально съедает много нашего времени и напоминание если мы хотим благословенного дня благословенной жизни то непременно нужно начинать его с того кто действительно все дает нашей жизни пусть это таким будет ободрением для всех нас этот псалом начиная новый день слышу голос твой голос твой я смотрю на небеса знаю ты со мной ты со мной пусть иисус твоя рука повезет меня повезет меня повезет меня я люблю тебя господь и храни меня храни меня храни меня только ты радость даешь каждый день за собой придешь ты а мы душу мою я тебя живу и пою я тебя благодарю за любовь и мир я тебя благодарю за любовь и мир за любовь и мир ты от слова и греха нас освободи освободи город светлые любви нам отнышал 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 Субтитры подогнал «Симон» Приветствую тебя! Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем совсем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене поворотился, чтоб сон продлил на несколько секунд, а я стоял и ждал, не торопился, так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел, но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет, ты увлечен был суетой. И днем мое дитя я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. Потом обед и вздох тяжелый снова, а я стоял так близко за спиной. Я ждал, когда ты промолвишь слово, когда заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, Чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты все так же глух и нем. А когда весь к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так мечтал их вытереть, Мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от горьких мыслей, я солнышко лучами согревал. Я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. И даже вечером, придя с работы, ты почему-то не говорил со мной. И приняв ужин без заботы, ты канул в телефон свой с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно для тебя. Она важнее разговора с Богом, ты просто игнорируешь меня. Или уйму дел хотел бы ты закончить? Насколько важно все сейчас, чтоб переделать все дела не хватит ночи, А ты сейчас не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая бросился в постель, Меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, Но это было сквозь пространство сна. И к моему большому сожалению, сон одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова, За что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб обличить тебя, доставить боль, А чтоб помочь и делом, и советом, чтоб показать тебе свою любовь. Общение тебе нужно и полезно. Я буду рядом, я тебя дождусь. Со мной, поверь, тебе намного лучше будет. С любовью, Спаситель Иисус. Аминь. Мир вам, дорогая церковь. Друзья, мы рады приветствовать вас, и я рад вас приветствовать. Вы знаете, я не первый раз уже в Днепре, И последний раз был лет 10 назад, много чего изменилось у вас. У вас прекрасное здание, нам очень понравилось. Мы без вашего разрешения сделали несколько фотографий, Потому что у себя делаем тоже ремонт, И собираем идеи, как сделать зал красивым. Мы верим в то, что и церковь ваша уникальна, и прекрасна. Мы не увидим всего богатства вашей семьи, вас немного. Но мы радуемся тому, что вместе с вами можем разделить это общение. Это благословение для нас, и мы верим, что это благословение и для вас, Потому что Бог объединяет нас в Иисусе Христе, И Он дает нам что-то единое, целое, важное и значимое для каждого из нас. Вы знаете, мы живем в уникальное время. Время благословенное для нас, как людей. Время развития цивилизации, когда у нас много удобств, Как сегодня уже упоминали эти гаджеты, которые помогают нам жить, И в какой-то степени разрушают нашу жизнь. Но нам жить намного легче, чем жили наши предки, Которые физическим трудом пытались что-то сделать, построить, вырастить и так далее. Но из другой стороны, друзья, наше время, в котором мы живем, Оно приносит нам определенные тягостые проблемы. Потому что мир, который нас окружает, он влечет нас за собой. Вы знаете, Слово Божие говорит о том, что у этого мира есть Господин. И Господин этот, он не питает любви и заботы ни о каком из людей. Его единственное желание и цель – это как можно больше увлечь людей за собой, Как можно больше людского внимания привлечь на себя лично, Чтобы люди не помышляли о Творце, Чтобы люди не смотрели на живого Бога, не думали о Боге, И меньше времени проводили в общении с тем, кому мы обязаны всем. Вы знаете, я вместе с вами хотел бы сегодня поговорить на несколько стихов из послания к римлянам. 12 глава, первый и второй стих, может быть, если есть возможность высветить эти тексты. Вы знаете, мы у нас в церкви на протяжении уже нескольких месяцев проповедуем на послание к римлянам. И сегодня мы уже дошли, завтра у нас в церкви будет седьмая глава рассматриваться. А я немножко перескочил и хотел бы вместе с вами коснуться текстов, записанных в 12 главе. Чем они мне понравились и что бы я хотел передать вам, друзья? Вы знаете, я назвал тему этого размышления. Я должен был вообще сегодня говорить на молодежной встрече, но немножко изменились планы. И тема размышления «Жертва как статус моей жизни и преобразование как цель моей жизни». Все мы с вами люди, живущие на земле и имеющие свой определенный земной путь. С каждым из нас Бог по-своему работает и каждого из нас Бог вас по-своему ведет. Однажды в нашей жизни произошла встреча с Богом. Мы поверили в Иисуса Христа, мы увидели свою нужду, мы увидели свой грех, свою безвыходность. Мы призвали имя Божье, мы попросили прощения. И Бог по вере дал нам это прощение. Он оправдал нас, Он простил нам наши грехи. И Он приобщил нас, сделав нас частью Своей большой семьи. И после этого наша жизнь, она, знаете, не изменилась круто в том плане, что Бог не забрал нас с этой земли. Он не удалил нас на какой-то необитаемый остров, где живут святые, где нет греха, где можно радоваться каждому моменту жизни, наслаждаться жизнью, можно не переживать о том, что ты можешь совершить какой-то грех. Наоборот, Бог оставил нас жить там, где мы жили. Он оставил нас жить в кругу тех людей, с кем мы общались. Он оставил нас работать там, где мы работали. Он оставил нас с теми соседями, которые нас окружают, с нашими близкими, которые есть у каждого из нас. И мы продолжаем жить жизнью, но жизнью, которая уже изменена Богом, которая уже под влиянием Бога через силу Духа Святого. И вот, знаете, как раз об этом я хотел бы вместе с вами поразмышлять. Многие из христиан ошибаются, размышляя о христианстве как о принципе, который помогает жить лучше. Вы знаете, когда мы слышим христианство, мы подразумеваем, что это люди, которые не пьют. Согласны? Это люди, которые не нарушают семейный союз. Это люди, которые не ругаются. Это люди, которые стараются делать добро тем, кто рядом. Это люди, которые каждое воскресенье, ну у нас в церкви в воскресенье два раза утром и вечером служение у вас, вот видите, и в субботу прекрасное благословенное время. И мы таких людей называем верующими христианами, которые идут в церковь, которые посвящают свое время Богу, которые молятся Богу, поют Богу, которые читают Слово Божье. И мы думаем, что порой мы думаем, что на этом всем и заключается вот это христианство, к которому мы присоединились. Но на основании текста Священного Писания, который сказал однажды апостол Павел в Римлянам 12 главе, я хотел бы вместе с вами поговорить о том, что Бог ожидает от нас намного больше. Даже тогда, когда мы, успокоившись, сидим на своем стуле в церковном помещении, и когда мы думаем, ну все, мечта свершила, я с Богом, у меня все хорошо, вечность обеспечена. Друзья, я хочу сказать, что Бог ожидает от каждого из нас намного больше. Давайте мы прочтем этот текст. Римлянам 12 глава 1 и 2 стихи. Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Вот такой текст Священного Писания. Вы знаете, когда я разговаривал по телефону с вашим пастором Иваном, он мне их процитировал, эти стихи. Я думаю, что многие из присутствующих здесь знают эти стихи на память. Кто-то изучал их на каких-то курсах, кто-то, может быть, сам по себе выучил, потому что они интересны и заставляют задуматься о нашей жизни. Но, друзья, я вместе с вами хочу посмотреть, что Бог сегодня хочет сказать каждому из нас. Вы знаете, один богослов, смотря на послание к римлянам, говорит, что с 1 главы по 11 апостол Павел рисует картину, когда люди идут в гору. Вы знаете, человек приходит к Богу, он видит, что он грешник, он говорит, «Господи, прости меня, Бог говорит, я люблю тебя, я прощаю тебе твои грехи, я даю тебе свою праведность и хочу, чтобы ты следовал за мной». И вот богословы говорят, что с 1 по 11 главу это путь человека к вот этой благодати. Когда же я достигну вот этого состояния, когда с Богом мир, когда нет чувства вины, когда нет переживания, когда на сердце радость, когда на сердце довольство, когда ты можешь благодарить Бога за каждый миг твоей жизни. Из 12 главы, знаете, этот же автор, он говорит, что в послании к римлянам рисуется история, как человеку, достигшего вершины, построить там красивый дом, обустроить его и этим домом приносить радость своему Творцу. И вот первое, друзья, о чем Павел затрагивает в этой теме или в этом отрывке, он говорит о жертве. Это относит нас к Ветхому Завету. Мы по памяти вспоминаем, что в Ветхом Завете был определенный период времени, когда народ израильский должен был приносить Богу жертвы. Они приносили их изо дня в день. Это были разные жертвы. Это были жертвы благодарности Богу. Это были жертвы за грехи народа, которые должен был священник приносить постоянно для того, чтобы народ имел мир и имел вот эти отношения с живым Богом. Сегодняшнее время, оно отличается от того времени. Бог остался тот же, но сегодня Бог желает иметь отношения с каждым из нас лично. Согласны вы, друзья, с этим? Бог желает иметь отношения с тобой лично. Он не желает сегодня, знаете, чтобы ваши отношения строились на том, что он имеет отношения с вашим служителем. Он и через это действует. Но он сегодня говорит, я хочу лично с тобой строить отношения. Я хочу, чтобы ты лично мог меня слышать, мог со мной говорить, мог познавать мои желания и мог исполнять то, что я желаю. И вот в первом стихе апостол Павел приносит такую, знаете, иллюстрацию. Он говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую. Знаете, когда я готовился к этой проповеди и размышлял над этим текстом, я думаю, что нам намного проще и легче принести Богу. Мы готовы принести Богу десятую часть своей зарплаты. Мы можем принести, друзья. Получаем зарплату, отдали, Господи, Твое. Мы можем принести Богу в жертву наш автомобиль, Господи. Мой автомобиль, которым я обладаю, он будет служить для своей славы. Я буду там по воскресеньям возить твоих детей на служение и обратно и так далее. Я могу принести Богу свою работу. Ну, никому не хочется много работать, и поэтому, Господи, я готов пожертвовать своей работой, чтобы тебе служить. Это проще. Мы готовы пожертвовать где-то своей семьей. Господи, я готов служить тебе больше, потому что дома не совсем удобно быть. Жена ворчит, дети кричат маленькие, мне намного удобнее, ну, где-то там побыть на собрании, кого-то посетить и так далее. И мы это с удовольствием сделаем, эту жертву. Но, друзья, заметьте, что хочет Павел сказать через этот стих каждому из нас. Когда я прочитал оригинальное значение этого текста, я был поражен. Потому что Павел говорит, знаете, в украинской мове есть такие слова, прямомова. Богу не нужны твои жертвы, Бог хочет, чтобы ты стал жертвой. Знаете, когда я прочитал эти слова лично для себя, я говорю, Господи, прости меня, потому что я реально пытаюсь каждый день заместить свое полное посвящение тебе какими-то подачками. Господи, это для тебя, это только тебе, это никому другому, а только тебе я приношу. А Бог говорит, сын мой или дочь моя, я хочу, чтобы ты стал для меня жертвой. Вы знаете, когда мы слышим эти слова, мы почему-то огорчаемся. Потому что слово жертва, оно обозначает, ну, как бы мы рисуем сразу картинку. Что такое жертва? Жертва это ягненок или голубь, которого заколали, которого ложили на жертвенник, которого сжигали. Мы понимаем, что он не имел никаких прав, он не мог сказать своему священнику, который был рядом, что ты со мной делаешь, найди кого-то другого. Он был умершлен, он был положен и он был принесен Богу в жертву. И когда мы думаем о том, что мы с вами должны стать жертвой для Бога, мы почему-то думаем, что наша жизнь, она станет какой-то скучной. Она станет какой-то однообразной. Друзья, вы знаете, когда я подумал об этом, я думаю, Господи, а как же я тогда собираюсь проводить с тобой вечность, если я сегодня переживаю о том, что моя жизнь, мое следование за тобой, оно станет скучным. Может быть, эти слова банальны, друзья, и может быть, эту мысль вы слышали много раз, но если она сегодня звучит снова, то, может быть, каждому из нас нужно задуматься, Господи, а как сегодня в моей собственной жизни обстоит дело с принесением жертвы Тебе? Что я приношу для Тебя? Чем является все то, что я делаю для Твоей славы в моей жизни, и что я делаю для того, чтобы имя Твое было прославлено? Следующий момент, который описан в этом отрывке или в этом стихе, Павел приносит три таких слова, характеризующие эту жертву. Во-первых, он говорит, ваша жертва должна быть живой. Вы знаете, я не раз встречал людей, которые приходят на служение. Я не говорю, что не нужно ходить на служение, друзья, ни в коем случае. Но я не раз встречал людей, которые приходят на служение, садятся на стуль и говорят, Господи, вот он я, делай со мной, что хочешь. Я Твоя жертва. Вы знаете, я размышляю о таких людям, это мертвая жертва. Он пришел, он отбыл два часа, Господи, вот он я, я больше ничего для Тебя не могу сделать. Бог говорит через уста апостола Павла, своего апостола, того, который нес благую весть, Евангелие многим народам и через которого Бог организовал много церквей. Он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши, станьте жертвой для Бога, живой жертвой. Вы можете сказать, у меня нет талантов, у меня нет способностей, есть более молодые братья или сестры, которые могут служить Тебе, Господи, а что я? Но поверьте, что великий, мудрый, святой и абсолютно всезнающий Бог знает, как употребить лично вас для своей славы. Вокруг нас, каждого из нас, есть люди, которые нуждаются в живой вести, в Евангелии Иисуса Христа. Вокруг нас есть люди, которые нуждаются в том, чтобы мы могли за них молиться. Вокруг нас есть люди, нуждающиеся, которым просто, может быть, нужно протянуть где-то руку помощи и сделать это не потому, что я такой успешный, такой могущественный или имеющий на это возможность, а потому, что я люблю Бога, и я хочу это делать для того, чтобы люди, которым я это делаю, сказали, «Слава Богу за тебя». Бог через апостола Павла говорит, я хочу, чтобы мы стали живой жертвой. Следующая характеристика, о которой говорит Павел, он говорит, я хочу, чтобы ваша жертва или вы, как жертва, вы были святыми. Слово «святое» означает как «отделенный». И, знаете, есть люди, и, может быть, и среди нас люди, которые никогда не скажут, что я святой человек. Потому что, когда мы слышим «святой», мы подразумеваем «безгрешный». На самом деле это слово говорит, что мы отделены от этого греховного мира, что Бог забрал нас из этого греховного мира и поставил на камень спасения, простил нам все грехи абсолютно на все сто процентов. Бог не мы. Бог никогда не вспомнит нам о том, что мы делали когда-то. Бог никогда в удобный момент не ковернет тебя, брат или сестра, и не скажет «А, вспомни, что ты делал раньше». Бог говорит «Я люблю тебя на сто процентов, я прощаю тебя на сто процентов, и я хочу, чтобы ты свою жизнь, новую жизнь употребил для моей славы». Что интересно, мне понравилось в этом слове «святой», если мы говорим о том, что мы дети Божьи, мы христиане, если мы признаем это сердце, мы должны показать это своей жизнью. Я сегодня одного брата спросил из нашей группы, говорю «Ты христианин?» Он «Да». Я говорю «Тогда покажи это своим телом». Пусть твоя жизнь, пусть твои слова, пусть твои эмоции, пусть то, что ты делаешь и говоришь людям, которые рядом с тобой, они говорят о том, что ты являешься живой и святой жертвой, что внутри тебя происходит процесс, который Бог делает, который с каждым днем и каждым мгновением твоей жизни отдаляет тебя от греха. Ты не живешь по принципу «Грешу и каюсь, каюсь и грешу». Господи, ну прости, но я вот такой человек, у меня такой характер. Друзья, это слова неверующего человека. Если вы говорите такие слова, значит, вы не верите в то, что Бог имеет силу и способность изменить ваше сердце. Я говорю это на основании своей жизни, потому что и я не раз оправдывал свои греховные поступки, приходя к Богу в молитве, Господи, ну что я могу сделать? Я такой. А Бог говорит, вспомните, сейчас пришла на память история с Моисеем, когда Бог призывал Моисея на служение, и он говорит, возьми, пойди к фараону. Но Моисея говорит, я не пойду, я косноязычный. А Бог говорит, не я ли делаю глухих слышащими, слепых зрячими? Бог имеет силу, власть и всю способность для того, чтобы сделать из тебя жертву святую, отделенную от греха. Он может дать тебе силу и мудрость, и способность показывать это своей жизнью, каждодневной жизнью, чтобы ты имел успех и был благословением для тех людей, которые тебя окружают. И следующая, третья характеристика вот этой жертвы, эта жертва, она благоугодна, она приятна Богу. То, что делает эта жертва, то, что мы делаем с вами, мы приносим этим удовольствие Богу. Наши действия, они совпадают с желанием Бога, они не идут в разрез с Его волей, они не причиняют Ему боль, они не угошают Духа Святого, который есть внутри каждого из нас. А наоборот, мы ликуем, мы радуемся, мы принимаем от Бога Его милость, мы благодарим Бога за каждый день, за каждый миг, за то, что я сегодня встал, за то, что я сегодня хожу, за то, что у меня есть что кушать, за то, что у меня есть работа, за то, что у меня есть сила и способность работать. И, друзья, я хотел бы, вот завершая мысль по этому первому стиху сказать, это то, на что мы способны тогда, когда мы смотрим на живого и святого Бога. И практически их три момента для того, чтобы достичь этого состояния, быть для Бога живой жертвой, святой жертвой и угодной жертвой. Первое, друзья, всем нам нужно покаяться, всем нам должно явиться пред Богом, признавая свою греховность и неспособность организовать свою жизнь самостоятельно. Господи, я грешник, я нуждаюсь в Твоей искупительной жертве, я хочу, чтобы Ты очистил меня и освободил меня от всякой неправды. Второй момент, друзья, тем уже кто это сделал. Из текста, который мы прочитали, Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, помните ту милость, которую Бог оказал лично вам. Не смотрите на жизнь другого человека, не думайте, а почему в его жизни так или почему в его жизни иначе, смотрите на свою жизнь». Мы поем в песнь Возрождения «Милости Господней, вспоминай, считай». Почему? Потому что тогда, когда я размышляю о Божьей милости, мое сердце наполняется трепетом, и тогда я могу сказать, Господи, слава Тебе, потому что Ты воистину любишь меня и много мне простил. И третье, для того, чтобы быть живой и святой, угодной Богу жертвой, мы должны смотреть на все то, что происходит вокруг нас через призму Божьего понимания. Наши отношения с семьей, наши отношения к работе, наши отношения к церкви, наши отношения к брату и сестре, наши отношения к десятине, к милостыне, к посту и так далее. Я смотрю на все это так, как смотрит Бог, так, как Бог этого желает. Не потому что, знаете, а кто-то так когда-то делал, не потому что я где-то что-то услышал, а потому что Бог так учит, потому что Бог так желает, и потому что Божья воля заключается в этом. И, друзья, из этого третьего практического шага выливается следующий стих, о котором мы с вами тоже очень кратко коснемся и поговорим. Павел говорит, когда мы становимся живой жертвой для Бога, когда мы становимся святой, благоугодной Богу жертвой, он говорит, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Слово Божье приводит нам такие слова, сообразуйтесь и преобразуйтесь. И в оригинале слово сообразуйтесь, оно говорит, не становитесь подходящим этому веку. Вы знаете, мы порой думаем, и не раз я лично слышал оправдание, что нам, христианам, нужно что-то брать у этого мира и в чем-то поступать так, как они, для того, чтобы достигать этих людей. Друзья, когда мы имеем такие мысли, то мы думаем, что своими собственными усилиями и действиями мы сможем достичь грешных людей. Мы забываем о том, что на самом деле спасает не культура того, как мы поклоняемся, не то, что мы, знаете, какое-то новшество ввели в церковь, а спасает сердце человека и душу человека истинное Божье Слово. Я хочу обратиться особо к молодежи. Наша молодежь, нашей церкви, они знают этот посыл. Молодежь вашей церкви, друзья, живите так, чтобы не мир влиял на вас, а вы влияли на этот мир. Вы знаете, все то, что вокруг нас, все то, что в мире, оно само лезет в церковь, его не нужно сюда тянуть. Но то, что происходит в церкви, то, что должно развиваться и жить в церкви, это должно выходить наружу, и это должно влиять на тех людей, которые нас окружают. Мы думаем, что если музыка у нас будет погромче, к нам придет молодежь. Мы думаем, что если мы там будем устраивать какие-то вечеринки любви, там, я не знаю, пиры в церкви, к нам придут взрослые люди, друзья, неправда. Писание предупреждает, не допускайте того, чтобы мир, в котором вы живете, влиял на вас. Поверьте, нет сильного человека, настолько сильного, чтобы он мог остановить влияние мира. Малейшее допускание вот этих, знаете, капель греха, где-то какой-то лояльность к каким-то моментам в этой жизни, она потом вырастает в большие проблемы. Она приносит разочарование в жизни людей. Она уводит взгляд человека от живого Бога и от близкого контакта с Богом через его слово на какие-то удовольствия, на какие-то моменты, которые могут эмоционально наполнить человека, не изменяя сердце человека, не изменяя его внутренности. Люди, которые находятся вокруг нас, они и так льнут в наше общество, потому что они видят, что мы не такие, как они. Но мы порой пытаемся что-то сделать за Бога, что-то такое, что на наш человеческий взгляд должно реально изменить отношение людей к церкви. Друзья, не сообразуйтесь с веком сим. Не давайте возможности миру влиять на вас, влиять на вашу жизнь и влиять на ваше служение, ваше хождение пред Богом. Я думаю, всем нам известный стик, отрывок, первое послание Иоанна, вторая глава, написано здесь с 15 стиха. «Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть тече и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Мое желание, друзья, и пусть Бог благословит каждого из нас, начиная с меня самого, жить жизнью, которая будет влиять на людей, которые рядом со мной, а не наоборот. Пусть Бог благословит вас и через вас прославится. И второе, о чем говорит Павел в этом отрывке, он говорит, преобразуйтесь. Посмотрите, идея Павла заключается в том, что человек не может занимать нейтральное положение. Он или сообразуется с этим веком, или преобразуется обновлением своего ума. Что значит преобразование ума? Это значит процесс изменения в соответствии с Божьими желаниями, в соответствии с Божьим Словом. И вы знаете, для того, чтобы этот процесс проходил, нам с вами нужно иметь определенную ценность Божьего Слова в жизни каждого из нас. Тогда, когда для тебя и для меня Божье Слово ценно, друзья, в нашей жизни будет происходить преображение. Слово Божье говорит о том, что Бог дал свое Слово, и оно исполнено Его силы, силы Его Святого Духа. И оно способно проникать в глубину нашего сердца. Оно способно ковырять вот те моменты греха, которые мы, может быть, знаете, скрываем, где-то прячем в потаенном чуланчике, не стараясь или, наоборот, пытаясь, чтобы никто этого не заметил, где-то лелея тихонько, где-то согреваясь и наслаждаясь этими моментами. А Бог говорит, допусти мое Слово в сердце, и ты увидишь настоящую жизнь. Ты увидишь жизнь, которая будет приносить тебе радость, которая будет приносить тебе удовольствие в отношении, в общении со мной. Смотрите, что говорит Павел в послании к Ефесянам 4 главе с 22 стиха. «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Очень важный момент, друзья, послушайте меня. Здесь нет права выбора. Павел не говорит, ну попробуйте, чтобы ваша жизнь изменялась. Ну попытайтесь. Он говорит буквально и однозначно, друзья, отложите ваш ветхий образ жизни, ваш образ мышления, удалите из своей жизни, наполняйте себя Богом, познавайте, каков Он есть. И тогда вы сможете знать Его желания. Тогда вы сможете исполнять Его волю. Тогда ваш путь и ваша жизнь, она будет исполнена благословений Божьих. И последнее, друзья, что практический шаг для того, чтобы преобразовался наш разум, чтобы мирские ценности и желания уходили дальше. Я нашел три момента, важных момента для каждого из нас. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, апостол Павел говорит, чтобы мы взирали на славу Божью. Смотрите, Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Бог оставил нас жить на земле не просто, чтобы мы жили в свое удовольствие. Он оставил нас для того, чтобы мы каждый день, проживая день за днем, преображались в образ Сына Его, Иисуса Христа. Это ответственность и это Его желание каждому из нас, к Тебе и ко мне. И поверьте, что придет тот момент, когда каждый из нас предстанет пред Иисусом Христом и даст отчет о своей жизни. Даже будучи детьми Божьими, так говорит Слово Божье, что всем нам должно явиться предсудилище Христово и дать отчет. Стоять перед Богом и оправдываться. Господи, почему я, прожив 10, 15, 30 лет, не смог преобразоваться в Твой характер? Почему я не смог научиться любить так, как Ты? Почему я не смог слушать и служить так, как Ты это делал? Друзья, пусть эта мысль будет напоминанием для каждого из нас употреблять в свое время, которое Бог нам дает, для Его славы. Послание к евреям, 12 глава, тоже интересные слова, здесь записаны в 3 стихе. Автор послания к евреям, в 3 стихе говорит, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Он обращает наше внимание, он рисует картину. Друзья, для того, чтобы иметь силу и преображаться в этой жизни, размышляйте о Христе. Я не знаю, как это получается делать в Днепре. Я знаю, что в Киеве нужно прилагать много усилий для того, чтобы помышлять о Христе. Потому что все мы работаем, все мы с утра вставшие бежим на работу, заботимся о каких-то вещах и делах земных. Я не знаю, знаете, у меня четверо детей, и работаю каждый день с утра до вечера. И я знаю, что это такое, когда нужно выкроить время для того, чтобы пообщаться с Богом, для того, чтобы услышать Его мысли, услышать Его голос. Когда нужно искать вот этот момент, сосредоточиться, и не просто, знаете, для галочки прочитать текст Священного Писания, а вдруг кто-то спросит, ты читал или нет. Друзья, я знаю, что это такое. И я желаю вам в этом бурном мире, в этой бурной жизни находить эти островки безопасности и размышлять о Христе. Размышляйте о том, что Он делал. Читайте для себя просто глава за главой, для того, чтобы знать, как жил Христос, как Он поступал, как Он реагировал, как Он переживал разные трудности, так же, как и мы, люди с вами, как Он плакал, почему Он плакал. Это придает нам силу, это дает нам толчок идти вперед, и это дает нам возможность изменять нашу внутренность, наше сердце, наш характер. И самое главное, еще тоже из этих, третий пункт, такой практический пункт для каждого из нас, друзья, Римлянам 10, 17. Вера от слышания. А слышание, помните, от чего? От Слова Божьего. Так говорит Слово Божье. Моя вера напрямую зависит от того, сколько времени я провожу в общении с Божьим Словом. Знаете, друзья, сегодня не спускаются ангелы с небес, сегодня не возмущается вода в Днепре, сегодня нет каких-то, знаете, сияний на небе, которые могли бы нас вдохновлять. Но сегодня у каждого из нас, наверное, не по одной книге, знаете, у меня дома много разных переводов Библии, и эта Библия, эта книга, она имеет силу укреплять твою веру. Она имеет силу поднимать тебя тогда, когда ты упал на колени. Она имеет силу дать тебе надежду тогда, когда ты согрешил. Она имеет способность разрушить твое гордое сердце, когда ты не хочешь преклонить перед Ним свои колени. Бог оставил это Слово, и Он говорит, вникайте в Него. Слава Богу, друзья, и спасибо вам за то, что мы можем это короткое время быть вместе с вами. Я верю, что когда мы будем в вечности, мы сможем вместе, в едином целом хоре, знаете, прославить Бога, наслаждаться общением с Господом, в Которого мы верим, наслаждаться общением друг с другом. Но, друзья, для того, чтобы жить там, быть там, сегодня тоже нужно прилагать определенные усилия. Сегодня тоже нужно в чем-то иметь дисциплину, в чем-то нужно отказаться, а чему-то нужно научиться. Пусть Бог благословит нас, и пусть Ему единого будет слава через жизнь, хождение, служение в жизни нашей. Ему слава. Аминь. Я предлагаю, давайте мы помолимся. Отче наш, благодарим Тебя и прославляем Тебя за это вечернее служение. Спасибо Тебе, Господь и Бог наш, за то, что Ты явил Свою любовь, вот такую настоящую и живую в Иисусе Христе, в Господе нашем. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты однажды показал нам наше несовершенство, нашу нужду в Тебе. Спасибо Тебе, что Твоей любви и Твоей милости достаточно, чтобы простить нам все наши грехи, очистить нас от всякой неправды и поставить перед собой оправданными в праведности Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, что Ты хранил нас до этого часа, и сегодня, Отец, Ты напоминаешь из Своего слова о Твоем желании по отношению к каждому из нас. Господи, благослови нас, чтобы мы, проживая каждый день на этой земле, были жертвой для Тебя, чтобы мы не шли на эту жертву в каком-то огорчении, муки, а наоборот, с радостью старались каждый миг своей жизни принести для славы Твоей. Благослови нас, Господь, чтобы мы хранили себя от этого грешного мира, чтобы мы влияли на этот мир, и чтобы через наши действия прославлялось Твое Святое Имя. Помоги нам размышлять о Тебе, помоги нам ценить Твое Слово. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. Мы знаем, что сами люди, мы не способны на это, Господи, но силою Твоей, силою Духа Твоего Святого, Господи, мы можем ходить за Тобой и служить Тебе. Поклоняемся Тебе, Господи, и благодарим Тебя, живого, святого и вечного Бога, отца Сына и Духа Святого. Аминь. Брат читал очень хорошие в 12-м разделе, третий вирш евреям, а там есть еще четвертий вирш, я так читал, пока это я раздумал над словом. Вы еще не змагались до крови, борючись против греха. Кто из вас колись в своем житии змагался або боролся с грехом до такой степени, что вас поранили, что у вас потекла кровь, что вы боролись, что вы просто уже не могли стати от того, потому что вы были изменили. Христос так делал. Он часто, как сестра говорила, вирш плачет над нами, потому что мы в таких маленьких, можно сказать, боях програемо, где мы уже давно должны стать мужами сильными, дочерами святого истинного Бога, который за нас заплатил и показал нам приклад. Хай Бог благословит нас для того, чтобы мы отвечали тому звоню, который нам дал, чтобы мы на каждой ситуации нашего жизни отвечали, как воины Христови, которые стоят до последнего крапления своей крови. Знамы поделывается сестра Светлана с вершом. Со дна поднимала всю грязь, ревела, бурлила, спешила, как будто с собой борясь река не текла, а крушила. Несла на кипящей спине и бревна, и мусор, и баржи, что мутно ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном срываясь. Он был несомненно красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку быту не входить, да вот парадокс, сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность, и многие люди могли в бинокле увидеть опасность, но логики всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, но видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет. День и ночь, год и два, и против течения весла гребет. И молитва слова отвердит, то упорно, то слезно, а спал у больших кораблей, к себе зазывая, в удобство кричало немало людей. К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут, зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что щедоком объясняться? Так в гуще враждебной среды один против тысячи мнений, один против силы воды, под резкость чужих изречений он плыл и в своем убежден, на смешке терпел и смирялся на маленьком судне своем пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь сжимая кулак герой наш решил получилось и выпусти весла обмяк. На грудь голова наклонилась, а мысли шептали ты смог смотреть и холодку качает, а ты изнемог и промок поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку и в путь и вторила мыслям все тело. Позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело. И словно свинцом растеклась из плечей до пят злая дрема уснул. Но лодка кружась и ветра дождалась и грома, и красным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу к завущим волнам течением вновь увлекалась. Один за одним поворот, но спит человек непробудно и весла упали за борт. И нам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать? Река вырвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя плыть, продолжать. Пусть трудно порою, пусть больно. И сколько б не плыли мы дней, ты помни, от Господа сила, а в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтоб нас укрепить в водах мутных. И я вам осмеюсь сказать, средь суетных тнез и распутных, неважно, кто как начинал, как верно, кто шел и отважно, венчает нас только финал, начало же будет неважно. Слава Богу. Тих, кто с Богом, те сильные. Друзья, время неумолимо летит и заканчивается наше служение. Мы хотим последнюю песню спеть ободряющую или вдохновляющую нас. Знаете, мы, я уже сказал раньше, живем сейчас в период выборов и видим, люди каждый раз нам обещают, и порой мы опять на одни и те же грабли наступаем. Мы очередной раз им верим, кто-то верит в сильную Украину, у нас сильных, кто-то привил нам за последние пять лет слава Украине, мы бьем себя в грудь, конечно же слава, но Бог говорит, что в первую очередь вся слава принадлежит ему, и он говорит, я никому не поделюсь, я никому не дам своей славы. И друзья, если мы в своей жизни хотим быть твердыми, мы должны понимать, что только те, кто уповает на Бога и идут с Богом, они вот как в этом псалме на украинском мове мецни, твердые, крепкие, как горы. Поэтому пусть Бог благословит вас не поддаваться на провокации политиков, а верить в Слово Божье, которое неизменно уже тысячелетия. Пусть вас в этом Бог благословит. Тих, кто с Богом идуть в тихие горы, сруйдувать, сруйдувать тихие моженые. Тих, кто с Богом идуть в тихие горы, сруйдувать, 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 тихие моженые. И шаленый хоть свет ты один ищеный, иных или spouse, иных хоров своих Ир. И и и свят и знать нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok церковь, місто чи село, я не знаю, Підгороднє. Як воно назовалось? Чи селище? Просто Підгороднє. Воно прямо у нас під містом. Тому Підгороднє. Там тоже є церква невеличка, і ми поїдемо туди, для того, щоб ви могли побачити і невеличку церкву, порівняно з цією великою церковью, і прославити там Господа. Ну, ще будуть новини, то, що ми будем збиратися на лівому березі, ви знаєте, ми зараз тут на правому березі Дніпра, там лівий берег Дніпра, і нам необхідно буде їхати туди. Хто буде ночувати на правому березі, той приїжджає в церкву, хто буде ночувати на лівому березі, той приїжджає, ми потім об'яснимо, де є перехрестя Калинової і Правда, тепер же Слобожанський. Для того, щоб ми потім могли разом зібратися і поїхати далі в цю це місто, в цю церкву. Також, давайте ми станемо на наші ноги і подякуємо Господу за це служіння. Господь наший Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти колись торкнувся насрід сердець, і ми стали двоіми дітьми. Ти відновив нас, відродив для того, щоб ми в цьому світі показували Твоє світло. Ти хочеш, щоб ми завжди втілювали в своєму житті Твоє Слово. Щоб ми в своєму житті втілювали Твою волю. Щоб в цьому прославлялась Твоє ім'я. Слава Тобі, Господь, за таких прекрасних гостей, яких Ти нам сьогодні сюди приславуй. Слава, і ми дякуємо, що вони теж люблять ревнісно Тебе і служать Тобі. Благослови їх, для того, щоб вони далі ще більше і більше здобували до Тебе інших людей. Щоб вони ще більше і більше самі освячувались і ставали ближчими до Тебе. І в цьому прославлялась Твоє величне ім'я. Щоб вони завжди бачили зміст, для чого служити Тобі. Щоб вони завжди раділи цьому, що вони ще перемогли одну привичку. Вони ще перемогли один гріх і вони стали ще більш сильнішими воїнами Твоїми, Господь. Благослови їх і укріпи їхні серця в дальшому слідкуванні за Тобою. І так само і нас, Господь, тому що ми теж стоїмо на цьому поприщі, яке є наше життя. І Ти, Господи, хочеш, щоб ми були вірними і показували Твій приклад кожній людині, яка зустрічається нам на нашому життєвому шляху. А сьогодні, Господь, ми вдячні Тобі за це служіння, ми вдячні Тобі за гостей. І дай нам сили іти далі і прославляти Тебе, тому що Ти достойний слави, честі і поклоніння. Бог Отець, Сині Дух Святий. Амінь.